Смоленский район На падение Красивая молодая девушка Разбила топором В администрации окна Они за решеткой сидят Фотографируют Машины их не разбила Они говорят иномарка Там девятка по-моему Или семерка И они пишут Нас молодых девчонок спасли только решетки На окнах и железная дверь Это пишет Вот эта вот Дамочка Галина Попова Она Видна администрации Вот она мне написала Почему ты заступаешься с санбой Почему же не заступиться Молодая женщина Пять лет ей грозит по-моему За то что она якобы их Хотела Разбила топором администрации Значит довели Сотрудницы администрации Прутковского сельского совета Смоленской области Рассказали рядовки Почему недавно местные Жительницы пришла Крушить все вокруг Девушки считают Что причина вовсе не в их плохой работе Дамочка несколько дней назад Зайлась в администрацию И начала бить все Что только видит Пять окон Два автомобиля пострадали От мощных ударов Это пора От нападения агрессивной Тридцать трехлетней женщины Сотрудницы Последний решетки Ну вот так вот Семерка повреждена Вот там Служебная Ей грозит пять лет Этой женщине Что она вот била Ну вот Значит накипело у нее что-то такое Пишут собака у нее бегала Голодная по деревне Голодные Вот пересуды устраивает Сама администрация Этого района Пуртковского И детей На детей Мол ней двое детей Мужа избила Какие-то бабские Вообще терки идут Они довели Эту девушку До того Что она взяла топор И пошла вот Крушить Администрации Машины Я и написал Единственный Кто я понял Я таких людей знаю Типа люди они гордые Такие Молодая Девушка Она поняла Что ниоткуда Нет ей Ну как ты попросишь Вот таких вот Материальной помощи Ну как ты попросишь Вот таких вот Версачи Вот это Жительница администрации Кто это пишет Все там Против нее Против той дамы Против той девушки Ну как ты вот такое вот Напишешь Довели Довели значит Девушку эту Довели Подлицы эти Страшное дело Еще грозит пять лет Она пишет Муж пьяный Прочее Муж у ней Она пьет Типа там пишет Я так понял Что сейчас В нашей Смоленской области Очень много Голодает Людей Особенно тех Которых маленькие дети Они никогда не пойдут За материальной помощью Соцзащиту Собес Я вот искал Этого депутата Областного Бегал полгода За ним Чтобы только он Принял заявление На материальную помощь Чтобы помочь Мне и жене Жена вот после болеет После инсульта И прочее И вот еле его там Поймала И все это бесполезно А есть люди вот Которые Никого не будут Искать Ловить Ну вот такие есть Гордые люди Поэтому это шутки плохие С такими людьми Тем более Вот такие вот Молодые администраторши Районов Устраивают пересуды Оскорбления Очернение Любого могут очернить Обелить Себя Чтоб Любого могут очернить Любого абсолютно человека Тем более Который там Голодает И не может идти За помощью Администрация должна Сама ходить Искать бедных людей По городу По району Искать И помогать А одни сидеть на деньгах Сидят на деньгах Соцзащиты Везде Депутаты И строят Никому не нужные Дороги там Это проще А люди голодают Помирают И никто это не скажет Мне об этом Это страшная история Я считаю Ее судить вообще нельзя Эту женщину Нельзя Потому что Тогда Это дело Очень такое ранимое Это уже много Такие люди Пережили В области Такую Беду Такую Многие Сейчас В Смоленской области Женщины Особенно У которых Несчастливая Женская доля Муж Предал Или что-то И вот у них Накопилось Последнее Как говорится Терпение Лопнуло И вот они Берут топор И вот пошла Она разбила окна Значит Не просто так разбила Это значит Стоило того Потому что Живешь в одном Как говорится Не в городе Даже в селе Они там живут Я так понял И В селе живет Еще бы они Начинали Сочинять Сочинять какие-то вещи Собака Там бегает У ней За собой Не смотрят люди Своим глазу Бревна не видят А за другими Смотрят Конечно Все накопилось Поэтому я считаю Эту женщину Судить нельзя Тем более Она беременна Еле так понял Воживает Там заработать Нигде нет Она еще Престрижает Мне тут пишет Это С администрацией Она здоровая баба Могла бы пойти работать Ну куда ты пойдешь Работать В ихнюю там Деревне Там Ничего не заработаешь Заработаешь Только Как говорится Вы поняли что Да Паскудная история Паскудная Вот как с этим Владом Баховым Первый канал Прокрутил Малахов На первый канал Прямой эфир взяли Туда вывели передачу И 10 детей Ментов Обманывают всю страну Сидят Лыбятся Убили Молодого парня Своего Друга Убили И обманывают всю страну Это ужасно Что было Я сейчас И опять это Вот сейчас история Накопившаяся Женщина с несчастной Женской долей Тоже Из этой истории Трагической Не знаю чем Кончится Но тут надо Очень аккуратно Подходить Потому что Женщина Видно по ней Что она доведена Была уже И это Ихними Пересудами Разговорами Это деревня Большая деревня Там Демидово Тем более Вон она В администрации Работает Живет Как говорится Человек У нее все Есть А есть люди У которых Ничего Нет И она Меня Учит Еще жить Эта Галина Пишет Что Пошла Понаработать Она Пьет Что-то Еще Вот так Не надо Со мной Спорить Вот она Замолчала Она Бьет Свою Мать Видишь Она В администрации Субары Собирает Сплетни У нас Пол России Таких Не все Хвататься За топор Я понял Так много Не заработаешь У вас Но Женщины Слабые Существа А пересуды Вот ваши Односельчан Было Последней Каплей И Я бы Не хотел Чтобы ее Вообще судили Эту женщину Потому что Это очень ранимое дело Еще раз скажу Человек Я понял Доверен был До отчаяния И от безденежья И от безысходности И от несчастной Женской доли Вот так Пресс-пророк Санвой Смотрите сами Там Меня еще Укоряет Что я за нее Заступился Правильно сделал Сколько таких В деревнях Живет Бедных женщин Несчастных Молодых Еще Оскорбляют 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 Оскорбляют